В мире началась неделя молитв о единстве христиан. Традиционно она проходит с 18 по 25 января. В минувший четверг двери Римско-католического кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве открылись для всех христиан, католиков, православных и протестантов, чтобы в единой молитве обратиться к Господу. Акуменический путь помогает вновь открыть узы единства по ту сторону каких бы то ни было различий. То, что раньше воспринималось как за пределами нашей церкви пустота, вакуум, космическое безвоздушное пространство, теперь воспринимается как семья, которая, конечно, может быть с разной скоростью, но движемся в одном направлении. И это особое счастье, то, что мы каждый год видим, как это единство, семейственность, отношения реализуются на практике. И, как уже замечали те, кто выступали на этой встрече, что многие вещи кажутся непривычными, образ молитвы, образ проповеди, песнопения могут показаться странными, но вот это вот ощущение единства, ощущение принадлежности к общему телу Христову, оно, конечно, поражает. Название для недели молитв в этом году взято из послания святого апостола Петра, призванное провозглашать чудные деяния Божьи. Апостол Петр обращается к первому поколению христиан с тем, чтобы они осознали дар, полученный в крещении, и требования, которые из него проистекают. Верующие также призваны на протяжении этой недели вновь открыть для себя то, что следует из таинства крещения. Католики, православные и протестанты составляют царственное священство, народ святой. Это означает, что у всех общая миссия – нести Евангелие другим людям, начиная с самых бедных и оставленных. В то время, когда мы видим, как умножаются страдания по лицу земли, когда до сих пор не лишена проблема бедности, проблема болезней, проблема ненависти в отношениях между людьми, которая порой проявляется и на уровне государства, на уровне отношений между даже народами. И вот кто другой, как не христиане, просто обязаны давать ответы на эти вопросы, на эти вызовы, стоящие сегодня перед всем миром. Поэтому, на мой взгляд, одной из главных задач христианского единства, тех усилий, которые христиане совместно должны сегодня прикладывать, является задача способствовать разрешению тех противоречий, тех разделений, которые в мире присутствуют, не только среди христиан, но и вообще в мире как таковом. Я думаю, что это некая хорошая традиция, некое начало диалога, начало пути. И то, что мы все вместе, и католики, и православные, и протестанты, это очень хорошо. Я думаю, что вот эта молитва каждый январь является таким добрым заделом, что мы вместе, что мы молимся и друг о друге, и о стране. И самое главное, что Библия и Евангелие нас объединяют в одно целое. Единство, которого Бог желает для христиан, видение, которое Он разворачивает перед глазами верующих, намного превосходит все, что можно выразить в словах или написать в книгах. Это видение должно воплотиться в жизни, в молитве и миссии, которые разделяют все христиане. И превыше всего оно реализуется в любви друг к другу. Я верю, в церкви, в каждой корпусе есть достаточно духовной силы, духовного помазания, духовной власти, чтобы преодолеть отсутствие единства и быть едиными в пропаде Евангелия. А уже в какие храмы придут люди, я не буду служить Господу. Пусть усмотрит Господа. С высоты небес Ему наши заборы, стены, барьеры не видны. Слава за эту Господу. Пусть Господь благословил наше желание быть вместе и молиться вместе. Мне очень хочется, чтобы она переросла не просто в традицию, которая сейчас есть, и мы ее используем как традицию, но в живой организм общения, в любовь, в признание друг друга, признание друга во Христе, что мы члены одной церкви. Каждый имеет свои функции в этом теле, свое помазание, свои дары, свои таланты. И вот мне представляется, что то, что было сегодня, это еще один шаг навстречу этому единству. И в конце этого года мы ожидаем важнейшее событие, в котором будут участвовать христиане всех конфессий. Это будет всемирный саммит, на котором соберутся христиане со всего мира, чтобы говорить о христианских ценностях, о защите христианской веры в мире. В этом году молитва запомнится всем благодаря прекрасному выступлению хора Церкви Божьей в Царицыно и детского творческого коллектива «Святолучики», которые своим творчеством прославляют Бога и стирают все границы между верующими разных конфессий. Информационное бюро «Спектр» специально для Протестант ТВ. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова